Всем привет! Меня зовут Алена и рядом со мной находится много продуктов. Все они уже закончились, а это означает, что сегодня мы поговорим о пустых баночках. Я расскажу, какие продукты стоят покупать, а какие просто не стоят своих денег. Пустышек накопилось довольно много и я предлагаю побыстрее начать. По классике жанра начну с продуктов по уходу за волосами. И у меня закончились два вот таких вот шампуня. Один от Pantene, а второй самый бюджетный от Garne. Так вот, раньше я думала, что все шампуни работают одинаково. Единственное, чем они отличаются, это запахом. Ну и ценой, разумеется. На самом деле, протестировав одновременно два шампуня, могу сказать, что разница есть. Pantene, конечно же, дороже, но он и лучше. Он хорошо очищает волосы, прям до скрипу. Но, тем не менее, они так пересушивают кожу головы, как, например, Head & Shoulders. И, честно скажу, мне нравится вот такая вот нейтральная одушка. Что касается Garne, раньше я просто фанатела от вот этой вот линейки с авокадо. Я помню, еще лет шесть я покупала их такую маску в баночке. И поэтому для меня этот запах имеет какой-то ностальгический характер. Сам продукт очень странный. Он вымывает волосы только один раз. На второй раз волосы уже привыкли к нему, не хотят выглядеть нормально. И такое чувство, что вы вовсе не мыли голову, а просто намочили ей водой. Закончился, наконец-то, мой бальзам для волос от Vella. Боже мой, я думала, это никогда не наступит. Теперь я никогда не буду покупать маски и бальзамы для волос в объеме 500 мл. Я покупала его, наверное, полгода назад. И мне уже ужасно надоел этот запах. Наконец-то я его допользовала. Со спокойной душой отпускаю его в мусорник. Вообще продукт неплохой, но мне кажется, было бы лучше расфасовать его на две части. Следующие три продукта, которые у меня закончились, я прям отпускаю с тяжелым сердцем. Потому что это мои любимцы. И я вот серьезно себя еле сдерживаю, чтобы не купить их еще раз. Это просто мои фавориты. Лучшие из лучших и мои мастхевы. Они супер бюджетные, но они мне настолько подходят, что прям сложно объяснить. Начну с карандашка для бровей, который у меня с Алиэкспресс. Называется он Fairy Girl. У меня под номером 4. Это серый, такой холодный оттенок. Идеальное качество. Вот реально идеальное. Он отлично растушевывается. Его незаметно на бровях. Очень натурально смотрится. И если использовать его с гелем для бровей, это намертво. Вот как нарисовали утром брови, вот такие же они вас и встретят вечером. Что касается геля для бровей. Бровей, скрипя душой, я выбрасываю вот эти вот вещи. Это продукт от Essence. Я вам совсем недавно показывала его в покупках. Но я его настолько люблю, что очень быстро израсходовала. Он любой продукт для бровей делает мега стойким. И ваши брови всегда смотрятся ухоженными. В последнее время мне пишите под видео, что вам нравится вид моих бровей. Я тоже наконец-то уже довольна их видом. И все благодаря вот этим вот парням, карандашику и гелю. Вот это вместе, а не просто сладкая парочка. Гель куплю определенно еще раз. Вот это с Алиэкспресс будет идти два месяца. Я еще подумаю. Еще один маленький пузырек сегодня пойдет. Мусорник. Очень-очень жалею. Очень-очень за ним скучаю. Это вот такая вот сыворотка для лица под названием Wonder Essence. Заказывала ее на Алиэкспресс. Стоила она там пару долларов. Я вообще думала, что придет какая-то фигня, извините. Но вот это стало моим любимчиком среди всей моей косметики по уходу за кожей. По консистенции это как будто легенькая увлажняющая водичка, которая моментально впитывается и вообще вам не дает жирности. Единственное, не переборщите, потому что забьет вам поры намертво. Поэтому по полкапельки в день. И это все, что касалось моего ухода за кожей. Определенно всем советую. Стоит 5 копеек. На Алиэкспресс их полно. Оставлю обязательно вам ссылочку. Что касается Алиэкспресс. Я часто вижу в комментариях, когда вы мне пишете, боже мой, как ты не боишься пользоваться этим уходом? Как ты не боишься, что тебя обсыпят? Что оно какое-то вредное? Что оно какое-то опасное? Так вот. Я оставила одну упаковочку. Доказательство того, что китайские товары перепаковывают в нашу упаковочку. И спокойненько себе продают в наших магазинах косметики. Я вам специально сюда вставлю ролик. Там, где я делаю обзор патч под глаза. Вот таких вот золотых гелевых. Которые типа с золотом. Они на гелевой такой основе. На Алиэкспрессе стоят 5 копеек. Можно покупать оптом. Вообще будет почти бесплатно. У нас же их пакуют попарно. Продают по 14.85 одну парочку. Здесь они переводят способ использования на украинский. И пишут. Сделано в Китае. И стенд, там где у них стоят вот эти вот все упаковочки. Полностью весь исписан китайскими иероглифами. Так вот. Почему наши производители не боятся за вашу безопасность. А продают это все спокойненько в 5 раз дороже в наших магазинах. И как вы думаете сырье, которое используется для производства декоративной и уходовой косметики. Откуда оно привозится? Вряд ли его делают в Японии или в Германии. Это достаточно дорого. Ну короче, не будем здесь развивать полемику. Я думаю, вы сможете закончить мою муссель сами. С выкриком. Наконец-то. Я выбрасываю вот этот вот крем, который мне привезли из Болгарии. Это подарок. Называется он Yogurt of Bulgaria Probiotic Face Cream. Здесь настолько много силикона, что вы когда его наносите, он вот такими вот качалочками с вас и слазит. Причем полностью. Создает на коже вот такой вот жирный слой и не впитывается. Лежит там до утра. Очень тяжелый. Пробовала наносить его на ноги. Превращаюсь в русалку. Это все слипается. Ноги как сарделики скользят друг от друга. Короче, неприятное чувство. Запах. Мне нравится. Но консистенция, блин, для ног это слишком жирно. Для лица я вообще молчу. Недавно закончился у меня вот такой вот гель для душа от DAV. С запахом сливочной ванили. Вот такие вот запахи всегда мне цепляют в магазине. Но потом я понимаю, что вот такие вот запахи, они очень быстро приедаются. Так же быстро, как ты в них влюбляешься в магазине. Вообще формула очень увлажняющая. Единственное, все вот эти вот гели для душа от DAV очень сложно смываются с кожи. Ну, то есть нужно очень долго вот это вот стоять и тереть себя. Сейчас я пришла на Palmolive и мне в принципе все устраивает. Вот от душа к DAV я уже определенно устала. Наконец-то прошла моя зависимость от лосьонов для тела от Johnson's. Это мой последний паренек. Он был с экстрактом цветка граната. Это очень интересный запах, единственный запах, который не надоедает и не приедается. Тысячу раз рассказывала об их качестве. Оно просто идеальное. Мгновенно впитывается, хорошо увлажняет кожу. Нет эффекта русалки. В общем, все самое лучшее. Единственное, я уже перепробовала все запахи. Прямо до последней капли использовала вот это вот мыло для интимной гигиены от DAV. Супер увлажняющее, супер приятное. Самый удобный дозатор в такого рода средствах. Почему? Потому что вам не нужно открывать 4 часа крышку, наливать себе на ладошку, размыливать и так далее. Его можно даже в руки не брать. Один раз нажали и все. При этом продукт подается дозированно и расходуется намного медленнее. Гели для интимной гигиены довольно дорогие, но они просто очень универсальны. Вы знаете, я такие средства использую не только по назначению. Я и не умываюсь. Да, и они мне не пересушивают. Кстати, кожу никак ее не раздражают. Поэтому те, кто в поисках идеальной пенки или умывалки для лица, присмотритесь к таким вот гелям. Я уверена, что вам понравится. Не закончилось, но я уже выбрасываю вот это вот антицеллюлитное масло от фирмы Зеленая аптека. Это массажное масло, практически целенькое. Как видите, вот его сколько я аж использовала. Оно тяжелое, оно как будто подсыхает на коже и не дает вам возможность его нормально растереть. Я уже молчу о каких-то массажных движениях, потому что оно как-то быстро то ли впитывается, мне кажется, даже больше высыхает на коже. Оставляет после себя ужасную липкость. Вот ужасную. Запах мне не понравился. Конечно, одним маслом от целлюлита не избавить. Здесь надо такую хардкорную массажную поверхность какую-то. У меня вообще была варежка такая резиновая. И до сих пор есть, кстати. Но это масло, ну не подходит оно для самомассажа. Оно неприятное, оно нехорошо пахнет. И мне кажется, что оно у меня вообще пропало. Поэтому выбрасываю почти в целом состоянии. Закончился у меня вот такое вот жидкое мыло от Palmolive. Никогда раньше их не пробовала. Решила взять, потому что понравился запах. Мне вообще очень нравится запах миндаля. Мне кажется, он очень нейтральный, ненавязчивый, такой теплый, домашний. Ну не знаю, почему у меня это ассоциируется с каким-то комфортом. А понравилось оно мне тем, что надолго оставляет аромат на ручках. Это, мне кажется, очень круто. В каждом видео о пустых баночках я все время показываю два одних и тех же продукта. Потому что я им не изменяю и пользуюсь ими регулярно. Я говорю о мицеллярной воде Биодерма. Здесь мы промолчим, а просто тихонечко положим ее в мусорник. И не будем думать, сколько баночек Биодермы я уже показала в своем видео. И какую сумму это мне все обошлось. Давайте лучше поговорим о батист. Вы знаете, что я просто фанат сухих шампуней. Просто это мой must-have. Последний у меня был вот такой вот вишневый, дико надоел этот запах. Но, в общем, эффект, как всегда, идеальный. Здесь претензий нет. Мне кажется, лучше, чем батист с волосами ничего не работает. Если никогда не пробовали сухой шампунь, рекомендую вам начинать с батиста. Он недорогой, суперэффективный. И его легко найти. У нас, например, уже есть в супермаркетах. Мой столик сзади опустел. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok